Добрый вечер, друзья. Сегодня у нас беседа о джазе. И сегодняшний у нас гость это Виктор Адзиевский. Виктор у нас директор известного московского джазового агентства, журналист, как я понимаю, именно по джазу. Ну, музыкальный журналист в целом, но специализирующий на джазе. Продюсер. Ну, я как знаю еще, ты, получается, не только продюсер, но еще и занимаешься преподаванием и проведением мастер-классов. Есть такая история в двух направлениях. То есть, с одной стороны, это история джазовой музыки, вернее, история музыки 20 века. Я преподавал три года в джазовом колледже Сиджем Клаб. Ну, и сейчас не так давно вышла серия «Этика джаза». Это была серия в прайм-тайм, в джаз-клубе. Очень хорошо посещаемая, кстати, как ни странно. То есть, играли живые музыканты, я параллельно рассказывал о разных стилях джаза. И мастер-классы, да, по менеджменту джазовых артистов, исключительно джазовых артистов. Как ты пришел к джазу? Вау! Пришел с детства. У меня родители, точнее, вернее, мама очень любила, очень слушала много джаза. Можно сказать, я слушал внутриутробно, потому что меня еще внутриутробно таскали на концерты разные джазы. И дома звучала либо классика, либо джаз. И первоначально я был между классикой и джазом. Я не знал, что мне нравится больше. Но я мог засыпать только под один диск, под одних исполнителей. Я засыпал, у меня был диск Лыра Амстронга, Элла Фиджеральд. И был также еще сольник Лыра Амстронга. И я просто не мог по-другому засыпать, кроме как Лыра Амстронга. И мне настолько казалось это сказочным, настолько эта музыка казалась убаюкивающей, что я с детства ее слушал. А потом, естественно, по мере роста стал ей увлекаться. Сначала в 8 лет откинул что-то вот такое, потом в 12, потом в 15. И получилось, что я одновременно с развития самого джаза, то есть это было очень интересно, то есть я начинал со свинга, с традиционного джаза, после этого шел уже через бибопы, к фьюжину, авангарду и так далее. То есть я эту музыку проживал в разный период времени, абсолютно разный джаз. И получилось, что я люблю весь, точнее, разный джаз, разных исполнителей. Я сначала вообще коллекционировал до 20. Я и сейчас коллекционирую, но первоначально джазом у нас было как у коллекционера. Я собирал редкие записи, редкие видео, потом покупал жесткие диски на гигантское количество терабайт, скачивал все, и вот я вот сохранил такое ощущение, что у меня завтра это кто-то заберет. А у тебя, я как знаю, мама, она композитор или не композитор? Нет, она играла на гитаре, и она пела в свое время. А это профессионально или это она любила? Тогда, когда она это сделала, будучи студенткой, она занималась полупрофессионально. Если она получала за это деньги, значит, это можно сказать, что она все-таки была профессиональным музыкантом, потому что это было уже не просто хобби. Другое дело, что родители ее настояли на том, чтобы она все же пошла в медицинский. Вот, и она пошла в медицинский. А касаемо меня, она всегда радовалась, она всегда поддерживала идею того, что я джазом увлекаюсь, и что я его слушаю, как и классику, собственно, и как и рок-музыку. Но она никогда не думала, что это может стать делом жизни. Я развивался совершенно другим, другим направлением, вел другое образование. И она не совсем, можно сказать, верила, разделяла мысль о том, что джазом можно жить. То есть можно получать, например, деньги. Деньги достаточные для того, чтобы можно было себя прокормить и чувствовать себя комфортно. Ну, современным, современным, современным обществом. Существует же определенный ряд стереотипов о том, что джазовые музыканты, они живут очень плохо. И вот все, значит, в таком вот русле. Но по мере того, как я стал этим заниматься, я стал заниматься приблизительно 4,5 года назад. Процесс нарастания шоу, 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 шоу. И сейчас же, конечно, последние года два у нее таких мыслей, слава богу, нет. Она меня полностью поддерживает, стимулирует. Часто появляется на моих концертах, общается с музыкантами, с которыми я работаю. Более того, некоторые музыканты у меня останавливаются. Иностранные, в том числе, музыканты, которые приезжают из Англии, из Франции, Италии, Норвегии, отовсюду. Такие дела. Ты по профессии политолог. Кто направил? Ты сам пошел в политологию? Или тебя направили? Я политолог, но я всегда относился к себе, скорее, к тому, кто закончил философский. Почему? Потому что у нас политология была с очень сильным философским уклоном. Потому что я, в принципе, политикой как таковой не увлекался. Меня больше интересовало такой философский срез социального, и не только социального. Это эпистемология, это гносиология, философия науки, философия познания. И это создало определенные сложности в учебе на политологии, потому что там требуются какие-то более прикладные вещи, избирательные технологии и так далее. Меня всегда уносило в дебри какой-то теории. Мне было комфортнее рассуждать о каких-то, не то чтобы абстрактных, но о каких-то концепциях, нежели чем считать, какое количество избирателей по такой-то схеме, по такой-то схеме. Поэтому учился я на политологии, но я себя политологом не считаю, скажем так. В какой-то момент понял, что, может, не тем занялся, или наоборот, что... У меня все время было ощущение, что я не тем занимаюсь. Точнее, я отчетливо понимал то, что мне нравится. Мне сильно нравилась философия еще со школьных лет. Мне сильно нравилась история, социальные науки. Но я понимаю, что я иду не туда, потому что разный был опыт работы в сфере политики. Но могу сказать так, что если у вас есть хоть какие-то зачатки нравственности, вы не можете не обязательно быть супернравственным человеком. То есть, если у вас есть хоть какие-то зачатки нравственности, это практически самоубийственное занятие. В том смысле, что вы противостоите своему собственному организму, своему собственному душе. И это было очень сложно. И это закончило все для меня не очень хорошо. С нервной точки зрения, с психологической точки зрения я был в очень... То есть, просто у тебя что-то такое сделало? Я был в очень сильной депрессии, потому что я чувствовал, что я занимаюсь не тем. Что это вообще... Я словно бы протестую против самой природы и иду не в том направлении. Отчасти, наверное, это был какой-то стереотип, что я всегда стремился к публичности, мне нравится быть публичным человеком, я никогда этого не скрывал. И, наверное, политика, мне казалось, это возможность делать какое-то благо. То есть, делать что-то хорошее и, наверное, отчасти немножко тщеславное. То есть, оставить, может быть, свое место, оставить свой след, какой-то определенный след в истории. Всегда, не знаю, меня это привлекало, мне казалось, что нужно заниматься чем-то достойным в своей жизни. Но дело, что политика и достоинство – это вещи абсолютно обратные. Поэтому я считаю, что я намного более достойным делом занимаюсь сейчас. И более того, когда ты занимаешься политикой, я работал как политолог, политтехнолог, ты не видишь фидбэка, то есть отдачи. Условно говоря, ты сидишь в документах, занимаешься, например, идеологией, какой-то социологией и так далее. А в музыке все совершенно по-другому. Ты организовал концерт или организовал тур, ты пришел на этот концерт, ты видел эту аудиторию, какая она была до того, как она встретила музыкантов, и какой она стала после того, как она с ними познакомилась и послушала их музыку. И это практически, не знаю, для меня как продюсер – это первый вид экстаза. То есть видеть эти улыбки, видеть наслаждение, чувство, искреннее чувство аудитории. И я понимаю, что я на своем месте. И мне это каждый концерт вновь и вновь доказывает, что я на своем месте, потому что я создаю вот этот самый мост между искусством и между тем, кто это искусство готов воспринимать. И это в тысячу, в миллиард раз достойнее, чем любая работа в сфере политики или в сфере продаж, например. Потому что я не считаю, что занимаюсь продажами, не считаю, что это бизнес. Это определенный ход мысли, определенная концепция в жизни. Создавать вот эти условия для того, чтобы могло существовать искусство. В данном случае джазовое искусство, которое я считаю одним из наиболее удивительных в истории человечества. А ты думал, что когда уходил, то есть это будет джазовое агентство. Почему это вообще джазовое агентство? То есть не концертная какая-то организация, не что-то другое, а именно агентство. У меня есть такая привычка пытаться проглотить больше, чем я могу. То есть схватиться максимально за кучу разных проектов и стараться сделать все их максимально качественными. То есть это работа с утра до ночи. Поэтому я специально, максимально создал узкое направление. То есть я решил, что есть много концертных агентств, джазовых агентств в России, помимо моего, исторически это агентство Игоря Бутмана, но которое агентство мне называется. Это официально Игорь Бутман Music Group. То есть это и лейбл, и джаз-клуб, и море-море всего еще. А такого, чтобы чистого джазового агентства занимаешься только джазовыми музыкантами, не было. Ты думал, что… И здесь главное не только джазовыми музыкантами, здесь главное работать с нашими музыкантами за рубежом и с иностранными музыкантами здесь. То есть это международное джазовое агентство. Вот такого не было. И поэтому я конкретизировал, я судил специально это направление. и постарался придать ему какую-то более четкую форму. Я хотел понять, чем я занимаюсь, в каком направлении я двигаюсь. И когда вы создаете подобного рода организацию, это даже для бизнеса характерно все-таки, нужно заниматься целью и полаганием, то есть правильно выстраивать эти векторы, иметь в голове план определенного развития. Так получилось с агентством. Ты вообще думал, что, например, во что это выльется? То есть были какие-то определенные мысли или что? А пускай будет, что начну, и там дальше пойдет. Я фантазер. То есть я только эту мысль у меня... То есть у меня забавным образом получается. У меня появляется какая-то мысль, я начинаю долго с ней жить и переваривать, и начинаю строить невероятные воздушные замки. То есть у меня, когда это агентство создавал, я уже видел, как это агентство работает, я уже видел гастроли, я уже видел какие-то большие сцены, я уже видел фестивали, я уже видел какую-то вот жизнь, жизнь, которая во всем этом царит. И когда появляется вот этот образ в голове, я от него не стараюсь. То есть здесь люди, которые говорят, надо быть реалистом, нужно спуститься жить вот здесь и сейчас. И я не могу. Вот у меня появляется эта мечта, именно уже в форме мечты, в форме какой-то идеи, идеала, к которому я стремлюсь. И я начинаю к ней стремиться. И это то, что меня вдохновляет. То есть без вот очертания, наверное, того, как я хотел бы, чтобы это выглядело в идеале, я бы не смог так сделать. Я никогда не делаю, а пусть оно, чтобы было. То есть такого я не помню, чтобы я делал хоть раз. То есть все равно все продумано, то есть все равно в этом лежит какая-то концепция. Для меня первична концепция, как для человека с философским уклоном, первична сначала концепция, и уже после концепции какая-то материальная часть, в том числе и денежная. То есть сначала я встречаю музыканта, я понимаю, что я безумно хочу его привести, мне нравится его искусство, и уже я потом думаю, как чисто технически это сделать. В бизнесе наоборот. Сначала ставится цель заработать, например, деньги, а после этого на чем заработать деньги. Вот, собственно, главная разница в работе, в подходе. Ну, вот практически сколько? Четыре года, да, прошло? То есть ты сейчас, получается, в джазовое агентство, у тебя, которое уже ездило, как я помню, у тебя было выставлено в Бремен на всемирную выставку джаза. Да, джазахэп. Сейчас ты работаешь с многими музыкантами, даже, как сказать... И русскими иностранными. И русскими иностранными. Но ты, интересно, работаешь с ними. То есть ты выискиваешь, да, вот эти таланты? Или такого нет? Выискиваю таланты, но для меня очень важный момент был и остается это человеческие качества. Так я с музыкантами езжу. Я живу, по сути, их жизнью. Я стараюсь их поддерживать на каждом шаге. То есть не просто, как большое и крупное агентство делает, в том числе в Европе. У них 10 человек в этом агентстве, например. Один занимается тур-менеджментом, второй занимается там букингом, то есть бронированием концертов, третий занимается этим. У меня есть помощники. Но тем не менее, я все равно привык делать все от и до. То есть я занимаюсь рекламой, и букингом, и тур-менеджментом, и всем вообще, что это... всеми частями. То есть получается, ты не просто как этот джазовый агент, то есть ты становишься людям-другом. Пытаешься как бы... Для меня намного важнее... Нет, я не пытаюсь. Это происходит естественно. Либо я начинаю общаться с музыкантом в скайпе. То есть это не просто... Мне понравился музыкант, я ему позвонил, здрасте, вот такие вот такие числа, такие вот такие деньги и так далее. Нет. Я начинаю с ними общаться. И как правило, вообще музыканты выходят на меня. Я не помню, когда последний раз. Я, честно говоря, даже не помню, когда я кого-то приглашал. Всегда мне приходит куча писем, ежедневно приходит писем по 10. С разных точек мира, от Австралии до, я не знаю, до чего. И пишут разные коллективы. Известные, неизвестные, там, мейнстримовые, авангардные, разные. Примеры, кто из последних, может, писал? Известные, неизвестные. Из последних, я даже не могу сказать, потому что я был в Бремене. Я только из Бремена вернулся две недели назад. И понеслась такая... То есть полетело такое количество писем, в том числе и с музыкантами, с которыми успел пообщаться, но их в Бремене было такое количество. То есть, я не знаю, за эти три дня я приобщался с таким количеством, 150, может быть, 200 человек, музыкантов разных. Каждый из которых там... Не каждый, но почти каждый дал свой диск, какую-то свою визитку и так далее. И постфактум, получив от меня мою визитку, они начинают мне писать. И сейчас количество писем еще увеличилось, но у меня, я скажу честно, у меня нет времени их просматривать. Я просто не успеваю. И главное, эту работу больше никому не доверишь. Ее нельзя доверить, например, помощникам. Даже если они в джазе разбираются, у них свой вкус. А здесь вся идея, что я ориентируюсь целиком и полностью на себя, и вот на свое ощущение, на свое мироощущение. И когда я начал общаться с музыкантами, для меня важно, чтобы это были мои люди. Что я имею в виду? Музыка, искусство, это первичное искусство. То есть материальная часть идет во вторую часть. Я не люблю работать с поп-проектами, не люблю работать с проектами, которые ставят свои идеи изначально. Заработок, денег. Музыкант, человек искусства, должен ставить свои идеи создание какого-то уникального искусства. Чего-то, что может как-то мир облагородить. И уже постфактум, да, мы уже думаем о материальной части, как сделать так, чтобы всем было комфортно и всех это устраивало. Поэтому очень многим я отказываю по этой причине. То есть мне вываливают какие-то сумасшедшие гонорары, начинают так вот пальцами рассказывать про то, какие мы крутые, где мы играли, какие мы эти, какие мы эти. Если за этим что-то стоит, то я это чувствую, я интуитивно это как-то вот умудряюсь поймать. И я предлагаю сотрудничество. Если нет, то нет. И второй, третий раз писать, в принципе, бесполезно. Вот. Потому что были, были очень смешные случаи, когда я отказывал, когда уже казалось, что вот уже вот сейчас должно быть какое-то сотрудничество. Но я чувствую, что вот чисто интуитивно, что это не то. И я отказывал. При том, что музыкантов, которые играют великолепно, и которые как люди, совершенно удивительно, чудесные, например, Бюрн Сали, который будет играть сегодня в Лагодской филармонии, их очень много. И это замечательно приятно для меня, как для продюсера, работать с людьми, которых я в какой-то степени люблю, которые мне близки. Единомышленники в какой-то степени. Ты однажды написал пост о том, что тебе в детстве, или не знаю, когда не в детстве, приснился Луи Армстанг. Да. Вот. А что он, как бы, тебе сказал, что Витя... Я не думал, что это... Нет, он ничего не говорил. То есть это как бы на ощущениях было? Да. Это... Я когда писал этот пост в Фейсбуке, я не думал, что это вызовет такой резонанс. То есть я написал, думаю, ну, блин, ну, надо поделиться вот этой вот детской какой-то вот вещью, которая случилась, которая на меня сильно повлияла. На самом деле, там была очень сложная история. Я вернулся с избирательной компанией, которая проходила в 2012 году в Самаре, в Самарской области, где я работал, и вернулся, мягко говоря, очень расстроенный. Причины, на самом деле, бэкграунд этого совершенно не важен. Но я вернулся с ощущением, что я не знаю, чего я хочу, я не знаю, чем мне заняться, я не знаю, в каком направлении в жизни нужно двигаться. И это была, на самом деле, очень такая мощная, сильная депрессия. И я всегда думал, что я хотел бы заниматься музыкой, хотел бы заниматься джазом, но я не знал ни с какой стороны к этому зайти, ни какие действия сделать, и так далее, и так далее, и так далее. И главное, у меня не было уверенности. То есть у меня не было уверенности, это был самый недостающий главный компонент. У меня не было уверенности. И в конечном итоге псом действительно сплю, вижу свою собственную комнату, открывается дверь, и в нее заходит Сетчмар, Уэрмстонг. То есть вот то, как он выглядел, ну, приблизительно в конце жизни, когда я был уже 70, такой старик, достаточно уже был неполный, он очень болел. С абсолютно сверкающей улыбкой. Настолько сверкающей, что я не знаю, все внутри просто начинают парить. И прошел, то есть для меня, Луэрмстонг, он из детства для меня, это был один из самых главных моих героев. Луэрмстонг, а не Луэрмстонг, потому что на Луну съездил, а вот Луэрмстонг, потому что сделал какие-то невероятные вещи. И он пришел, просто сел на мою кровать, повернулся, вот так положил руку, посмотрел на меня, и стал просто улыбаться. И все, и сон растаял. Вот, но я встал, у меня было такое, то есть еще была отличная погода, светило солнце. Не знаю, я как-то на это все посмотрел, и как-то словно бы себя скинул, вот это ощущение неуверенности, ощущение потерянности. И я понял, чем я хочу заниматься, я понял, что чем бы, я не знал, как еще, но во всяком случае, я знал уже конкретно, куда я хочу двигаться. двигаться. Уж не знаю, насколько это реально, возможно, это игры подсознания. Может, сама Вселенная тебя направила в образе? Сама Вселенная? Вот скорее, сама Вселенная, мне вот это вот брыжа нравится. То есть, да, Вселенная, как материя, энергия, что-то такое неосязаемое, но что-то, что так или иначе на нас влияет. Да, вот скорее такая Вселенная. И, наверное, заключительный вопрос на сегодня у нас. Я думаю, мы с тобой еще увидимся. Само собой. Вот. Я хотел бы тебя спросить. Вот Виктору Дзевскому сейчас, я как понимаю, 27 скоро будет. Будет 27. Виктор Дзевский через 10 лет. Фу-фу-фу. Так, ну если я расскажу портрет как-то не очень красиво, получится, что у меня низкая самооценка. Если я расскажу всю правду, какие замки я уже нарисовал, какие мечты у меня есть, до трех составляющих. До трех составляющих. Кто такой будет Виктор Дзевский через 10 лет? И будет ли он заниматься джазом? Сто пудово будет. Вот сто пудово. Другое дело, что я очень надеюсь, что в какой-то момент у меня получится заниматься и классическая музыка. Она мне очень близка, я ее очень люблю. Другое дело, что когда ты живешь в одном мире, то очень тяжело быть на двух позициях сразу. Я точно буду заниматься джазом. Я надеюсь, что я к тому времени буду уже женат, потому что я пока не женат. Я надеюсь, что у меня будут, я буду женат, у меня будут дети, которые будут меня поддерживать в этом направлении, в этой деятельности. И я надеюсь, что у меня будет еще больше коллег, то есть друзей, музыкантов, с которыми я буду работать. То есть агентство расширится в 10 раз, по меньшей мере. Будут проводиться концерты. Я и сейчас уже занимаюсь организацией концертов в Европе. Например, для Наталии Скворцовой, пианистки, с которой мы скоро пойдем в Италию, уже во второй раз. Мне бы хотелось, чтобы наши музыканты, наше искусство, именно которое сделано нашими музыкантами, была возможность продемонстрировать и показывать в мире. И я хотел бы, чтобы это достижение было отчасти связано с моим именем. Потому что я очень много для этого делаю. Это мысль, которая не дает мне покоя. Я хотел, чтобы лучшие наши музыканты играли на крупнейших и лучших площадках мира. Чтобы в филармониях ставили концерты не только иностранных музыкантов, потому что на данный момент, положив руку на сердце, давайте скажем правду, в филармониях ставятся концерты только иностранных музыкантов. При всем моем уважении коллегам русских музыкантов, джазовых даже, московских, кажется, достаточно известных, очень тяжело пробить на места для концертов. И мне бы хотелось, чтобы это изменилось. То есть моя деятельность направлена на то, чтобы изменить в первую очередь климат джазовый. Наших музыкантов отправлять все-таки за рубеж, чтобы они демонстрировали свое искусство и позволять им в хороших, действительно более удобных условиях развиваться внутри страны. Собственно, через 10 лет, я надеюсь, что уже сформируется рынок, уже сформируется все. И мне бы хотелось, чтобы это было отчасти, да, связано с моим именем, как бы это число, но не звучало. Потому что я действительно этой идеей живу. То есть мне важно, чтобы так случилось. Если так получится, я буду счастлив, можно сказать, что какая-то очень важная цель в жизни будет достигнута. Спасибо. Спасибо, Витя. Большое тебе. Пожалуйста. Удачи тебе. Думаю, все у тебя получится. Спасибо.